Сегодня хочу поговорить с вами про такое состояние, которое достаточно распространено и мои клиенты очень часто обращаются именно с этим. Когда вы просыпаетесь, например, и вам хочется вот как будто откашляться, как будто отхаркнуть, при этом вы, например, не болеете, либо в течение дня есть такое, как вот, вот так вот делаете, досмотрите ролик до конца и мы поговорим обо всех причинах, почему это происходит. Слизистая оболочка нашего желудочно-кишечного тракта это не только ротоносоглотка, это все, что начинается у нас с полости рта и большой-большой-большой трубкой в несколько метров от 6 до 10 метров, как правило, она заканчивается у нас прямой кишкой. Так вот, вся она покрыта слизистыми. Воспаляются они, конечно же, по разным причинам, прежде всего, конечно, это наш образ жизни и питание. И вот, когда слизистая воспаляется, она становится рыхлой, она становится проницаемой, за нее легче зацепиться бактериям, а следовательно, организм начинает защищаться. Таким образом, образовывается слизь. В этой слизи еще больше размножается всяких патогенных микроорганизмов, которые как раз провоцируют вот такую вот симптоматику, о которой мы с вами говорим. Причины, по которым это происходит. Непереносимость определенных видов продуктов. Вырабатываются определенные иммунные клетки, либо аутоиммунные клетки, как бы борются с этими веществами. Это могут быть абсолютно безобидные продукты, но конкретно у вас будет на них непереносимость. На своих программах я рассказываю, как выявить эту непереносимость, но в принципе, можно просто исключать продукты из своего рациона на 2-3 недели и смотреть, что происходит с вашим организмом. Лидеры из этих продуктов это сахар, глютен и молочка. Сахар является питанием для любых патогенных организмов, в том числе и онкологических клеток, кстати. И излишки сахара в нашем рационе, причем это не обязательно белый рафинированный сахар, это могут быть просто простые углеводы, которые преобладают в вашем рационе. Эти продукты приводят к так называемой инсулинорезистентности. Это по сути воспаление. Воспаление наших слизистых, ну и вообще всех органов. Глютен это особый белок, который не усваивается нашим организмом, особенно если в организме уже есть проблемы или уже есть какое-то вяло текущее воспаление. И вот когда мы говорим с вами, например, про выпечку, то, конечно же, это вызывает непереносимость у большинства людей. Молочные продукты это в принципе, вот просто вдумайтесь, да? Человек это единственное живое существо, которое пьет молоко на протяжении всей жизни во взрослом возрасте тоже, еще и пьет молоко других видов. Лактоза, которая содержится в молочных продуктах, она требует фермента, который называется лактаза. И вот этот фермент у нас вырабатывается максимум до двух лет, а дальше она не усваивается. Участница нашего курса говорила о том, что ребенок только идет в садик и сразу же начинаются какие-то воспалительные проблемы. Атид в частности у них был. И ребенка лечат антибиотиками, а потом он возвращается в садик и вот все начинается по кругу и мы постоянно сидим на больничном. И вот мы порекомендовали ей просто убрать молочные продукты. Ребенок пошел на поправку и практически полностью все это прошло. Но как только они вернулись в садик, а там молочные продукты, все опять возобновилось с новой силой. Недостаток жиров в организме. Именно из жиров строятся наши слизистые в том числе. И именно жиры являются защитником каждой нашей клетки. Потому что из жиров состоит вот эта мембранка нашей клетки. Для того, чтобы усвоить жиры, надо, чтобы их эмульгировала желчь. Что такое эмульгировала? Это из большой крупной капли, которую не могут всосать ворсинки нашего кишечника. Желчь эту каплю превращает просто в пыль такую, которую уже могут усвоить ворсинки нашего кишечника. То же самое касается жирорастворимых витаминов. И вот когда мы говорим про недостаток жиров в организме, либо плохое их усвоение, мы в том числе имеем в виду, например, витамин А. Купируют все болезни, которые заканчиваются на ИТ. То есть это все воспаление слизистых оболочек. Но самое первое, что приходит на ум, это исключить продукты, которые конкретно у вас вызывают непереносимость. Как минимум это сахар, глютен, молочка. Но в принципе в этом списке может стоять любой другой продукт, на который конкретно у вас непереносимость. Либо второй вариант. По ссылке, которую мы оставили под этим видео, перейти в мой телеграм-бот, в котором вы найдете три бесплатных урока. И благодаря им вы уже поймете, как конкретно вам восстанавливать ваш желудочно-кишечный тракт. И что приводит к воспалению помимо этих трех продуктов. Наличие слизи это не норма. И с этим ни в коем случае нельзя мириться. Это воспаление, которое запускает уже ряд других заболеваний посложнее, чем слизи в горле. И игнорировать такой сигнал, конечно же, не стоит. И чтобы я знала, что это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и обязательно подпишитесь на мой канал. И мы вместе с вами будем идти к вашему здоровью. А с вами была Марина Жигульская и Школа Здоровья и Ресурс.